Валентина Чобана и мой коллега звукооператор Павел Арнаут. О ситуации в Чидерлунге и Бежгёзе после прошедших ливней, о том, когда будет открыт индустриальный колледж в Камрате, об исполнении регионального бюджета и об итогах работы исполнительного комитета, завершающего свой мандат. Об этом будем говорить сегодня с первым заместителем главы исполнительного комитета ГГУЗе Иваном Калиогла. Иван Николаевич, здравствуйте. Да, добрый день. Рада вас видеть в нашей студии. Начнем, наверное, с темы о ситуации в Чидерлунге и Бежгёзе. Сильный ливень обрушился на Чидерлунгу 25 июня. Ситуация повторилась буквально вчера. Затопленные дома были и дворы жителей Чидерлунги. Смыто покрытие с десятков километров дорог, по сообщению местных органов власти. Сложная ситуация и в Бежгёзе сложилась вчера. О каком ущербе можно говорить сегодня? Подсчитан ли точный ущерб? Да, ну, спасибо за приглашение. Тоже взаимно рад вас видеть в вашей студии. Ну, сказать о том, что я, в принципе, возглавляю КЧС 2019 года. И уже можно проводить какие-то аналогии. И вот у нас каждый год в июле месяце происходят стихийные бедствия, если их так можно назвать, или чрезвычайные ситуации, связанные с погодными явлениями. А это ливневые дожди и шквалистые ветры. Следующий такой этап опасный – это конец сентября, когда также происходят ливневые дожди со шквалистым ветром. Это те погодные явления, которые в большей степени наносят ущерб дорожной инфраструктуре, кровлям домовладений, частным огородам и сельхозпредприятиям. Этот год тоже не стал исключением. К сожалению, да. Да. И ливневые дожди прошли у нас в зоне Чадрунского района, приграничной к соседней стране. В принципе, это не самый страшный был ливень за прошедшие эти года. Тем не менее, этот ливень также нанес ущербы. Ущерб был связан с тем, что данный ливень прошел… За короткий промежуток времени выпала большая норма количества осадков. То есть, там максимальное количество осадков за сутки выпало 65 миллиметров. Это достаточно большое количество. И дождь, в принципе, длился порядка 30 минут. И за счет этих ливневых потоков, которые не успевали где-то впитываться в землю, где-то отводиться водоотводными каналами, уже разрабатывали свою траекторию движения, которая попадала и в частные дома, и в подвалы жителей. Ну и, соответственно, наносила ущерб дорожной инфраструктуре. Если говорить о дожде 25 июня, который прошел, он, в принципе, нанес ущерб нескольким нашим населенным пунктам. Это у нас Гайдары, это у нас Бежгёс, и самый крупный ущерб – это по Чадрлунге. Эти населенные пункты обратились с донесением, то есть, от них было донесение о сложившейся ситуации. Также этот дождь со шквалистым ветром нанес, ну или создал определенные препятствия на трассах республиканского значения с обрушением веток, и также было повалено одно дерево на трассу Р-29, Камарат, Вук, конечно, участок между Гайдар и Джолтаем. Здесь оперативно сработали службы Друмурь, которые устранили, и проездная способность, в принципе, была восстановлена в кратчайшие сроки. Также ветки были, упавшие ветки на дорожном покрытии подъездной дороги к Джолтай и Гайдарам наблюдались, это тоже также было устранено. Что касается Гайдар, то, в принципе, там ущерб дорогам из белого варианта, то есть, со щебеночным покрытием, и плюс пострадали частные подворья, частные огороды, которые находятся в низине. Что касается Бежгеза, то здесь обращение было примара с донесением вместе о пострадавших 11 участках дорог, также щебеночное покрытие, были с водными потоками, щебень снесен на центральные улицы, и, соответственно, требовалось также участие техники для того, чтобы этот щебень поднять обратно, который имеется, но, как правило, смывается, процентов 30-70 остается, и этот щебень обратно восстанавливается. Что касается Бежгеза, то ими был оперативно подготовлен акт по нанесенному ущербу, и он составил порядка 132 тысяч лей, и это только касается дорожного покрытия. Теперь, что касается Чадерлунги. Сам город Чадерлунги пострадал больше всего. Здесь несколько причин. Это сам ливневый дождь, который непосредственно шел в самом городе, а также ливневые потоки, которые вошли в город со стороны Баурчи, со стороны трассы Томай, которые, в принципе, повлияли на затопление или подиливание канализационного коллектора и ливневых канализаций, что дало осложнение при использовании уже самой канализации, и, соответственно, были подтоплены подвальные помещения многоэтажных домов, а также 8 квартир, которые находились в цокольном этаже. То есть это такое полуподвальное помещение, которое наполнилось водой на уровне 20-30 сантиметров. Если бы не было этого заиливания, я думаю, в квартирные дома вода бы не просочилась. Было обращение порядка 30 от частных домовладений с подтопленными подвалами. Уже касательно огородов ситуация, статистика гораздо больше, чем 30 домовладений. То есть люди потеряли свой урожай на огородах, особенно те, которые находились в низине. Также там нанесен был ущерб или сложности возникли с тем, что была забита скважина артезианская в районе совхоз. И, в принципе, она до сих пор еще не функционирует. Но местные органы власти отреагировали и организовали подвоз воды для населения? Да, до сих пор организовано. Их переключили. Что касается технической воды, этот район, этот порядка 300 домовладений, их переключили на другой источник по технической воде. По питьевой воде осуществляется подвоз во дворы силами апотерма. Но по скважине ведется работа. То есть практически первые два дня ушли на то, чтобы ее очистить. Потом пошло обеззараживание этой скважины, воды, так как было наилено. Сейчас, знаю, что они сдали воду на анализы. Буквально на днях пришли результаты по данной воде. Она еще не годна к употреблению. Сейчас будут вносить новые реагенты для очистки данной воды. И думаю, что в ближайшее время она уже сможет запуститься. Что касается канализационных коллекторов, то они, в принципе, в течение дней четырех окончательно были прочищены. Но, правда, вчерашний дождь опять их забил. Конечно, не с тем ущербом. То есть это уже отдельные локальные места, не основного головного коллектора канализационного. В принципе, это вот такие основные моменты. Ну и, конечно же, дорожная инфраструктура по городу Чадрунге также пострадала. Это пострадали участки, там порядка восьми участков дорог с щебеночным покрытием. Это около десяти... Речь только о внутренних дорогах, да, городских? Да, это городские дороги. Ну и также одна дорога в асфальтном варианте, это по улице Гоголя, где пласты асфальта были подняты и которые тоже на данный момент нуждаются в дорогостоящем ремонте. При Марии был подготовлен предварительный акт осмотра о нанесенном ущербе. В этом акте значится цифра 6 миллионов лей, из которых 4 миллиона лей. Это оценка восстановления дорожного покрытия по улице Гоголя. Все остальное является нанесением ущерба как частным домовладением, так и дорогам в щебеночном покрытии. Иван Николаевич, Вы видели масштабы всего того, что происходило в Чедерлунге. И бюджет Чедерлунги, естественно, предусматривает статью расходов на непредвиденные ситуации. Но ущерб действительно в несколько раз превышает сумму, которая обозначена в этой статье расходов. И власти Чедерлунги рассчитывают, естественно, на помощь региональных властей и республиканских. Режим ЧП здесь был объявлен с 26 по 2 июля, я так понимаю, сделанной в связи с ситуацией и для того, чтобы иметь возможность получить эту поддержку. Какое решение принято на уровне региональных властей? Оказана ли будет финансовая поддержка Чедерлунги? Да, безусловно, региональные власти также не останутся в стороне. В Чедерлунге была введена чрезвычайная ситуация, связанная с погодными условиями. Это, в принципе, правильная практика, если нанесен определенный ущерб и выпало выше нормы осадков. То есть в этом случае вводится чрезвычайная ситуация. Что касается нанесенного ущерба, то, как я ранее говорил, это предварительная информация от премьерии, которая была предоставлена вместе с донесением. Сейчас мы ждем от них ходатайства о той помощи, которую они запросят у региональных властей с предоставлением всех подтверждающих документов. То есть у нас, в принципе, уже есть достаточно много практик, когда мы оказывали эту помощь, в том числе и 2020 год, район Зайл-Пужья. То есть если это касается частных домовладений, то здесь должен быть акт по каждому домовладению с предоставлением информации о собственнике и том ущербе, который нанесен в перечне. Допустим, пострадал телевизор, котел и их оценка. И после этого уже комиссия по чрезвычайным ситуациям региона анализируется это все и принимается решение об оказании помощи. Либо это будет в полном размере, либо это в процентном соотношении. Это уже будет зависеть в целом от нанесенного ущерба с представленными документами и от той финансовой возможности, которая у нас есть. На этот год у нас в резервный фонд на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций заложен 1 миллион лей, и вот эта сумма возможна к распределению. Но, опять-таки, повторюсь, необходимо, во-первых, ходатайство, и, во-вторых, это все правильно оформленные документы на подтверждение этого ущерба. Если это касается дорог, то также должен быть акт осмотра этой дороги. То есть были и такие случаи, когда примары в целом в этом акте указывают ремонт всего дорожного полотна. Но это неверно. Тут речь о частичной компенсации. Да, частичной компенсации. В принципе, щебень не растворяется в воде, он сносится и где-то он находится. Есть потери этого щебня в размере 30%, оно 70%, оно сохраняется, его можно собрать. Выделяются средства на работу техники, которые этот щебень поднимают и укладывают обратно на те же улицы. То есть, соответственно, нужен реальный анализ, который будет отображен в акте реального нанесенного ущерба. Ситуацию, которая сложилась в Камрате в 2020 году в районе Зайлпужи, мы вспоминали в этой студии с Сергеем Ильичем Анастасовым. И он отметил, что в той ситуации региональные власти достаточно быстро отреагировали и компенсировали часть ущерба жителям этого микрорайона. Вы сейчас говорите, что нужны определенные документы, есть определенная процедура. На этот раз тоже достаточно быстро среагируете? Конечно. Вы делите помощь жителям Чедерлонги, пострадавшим. Да, я понял Ваш вопрос. В принципе, региональным властям или региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, она собирается достаточно быстро, может и собраться в течение двух часов. Если есть экстренность, у нас есть практика проведения онлайн заседаний, поэтому сложностей в проведении заседаний КЧС нету. Есть необходимости в правильности оформления документов для предоставления, так как это бюджетные средства, они всегда контролируются, их расходование. И, соответственно, с правильным предоставлением этих документов работают местные органы власти, то есть примарии, им в помощь сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям, которые, согласно методичкам, им помогают составить правильные акты о нанесенном ущербе. И, соответственно, уже эта документация направляется в региональные власти. Здесь хотел бы отметить очень хорошую работу примаров Чадерлунги и примаров Бежгёза. Это достаточно опытные примары, которые не первый раз с этим сталкиваются. Они очень оперативно проработали, создали комиссии, отправили донесения, отреагировали на все заявления. Поэтому, как бы, я думаю, что с их стороны не должно быть задержек по предоставлению документов. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире. 2-49-60 номер студии. Поступил первый звонок. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Иван Николаевич Бесараб, Хангар. Слушаем вас. Добрый день. У меня вот такой вопрос будет. Если по большому счету мы ждали, что отчитается Башхан сам, Башхан сама отчитается перед Гагаусским народом за проделанные еще 4 года ее в исполкоме. Но так как заместитель, зададим вопрос заместителю. Скажите, пожалуйста, вот у вас было в начале программы в 2019 году, что у вас будет аэропорт, у вас будет 100 километров дороги, у вас будет электростанция, конечно. Ну, понятно, что я не знаю, по какой причине, может, вы сейчас объясните, по какой причине они не были. Те деньги, которые должны были реализоваться на эти проекты, вот сейчас вы эти деньги передаете на следующего Башхана или этих денег вообще не было, нет? И не знаю как. Были какие-то средства для того, чтобы исполнились вот эти проекты электростанции, аэропорт и остальные программы? Спасибо. Благодарим вас, Иван Николаевич. Да, Иван Николаевич, спасибо за вопрос. В принципе, не думаю, что мы сможем на этой передаче предоставить полный отчет о деятельности исполнительной власти за 4 года или за 8 лет. Я, в принципе, наверное, попрошу, если есть необходимость в этом, отдельную передачу провести по предоставлению отчета. Мы скажем об этом нашим редакторам. Да, сейчас как раз-таки Башханом Гагаузии совместно с командой исполнительного комитета, которая работала, подготовлен журнал «Отчет за 8 лет». Он уже есть в наличии. Башхан отчитывается за эти 8 лет проделанной работы. Это очень интересный журнал. Каждый может с ним впоследствии ознакомиться. Он будет роздан в каждый дом, чтобы каждый житель мог ознакомиться с проделанной работой. Уже был отчет представлен Совету пенсионеров. Будут еще ряд встреч с экономическими агентами, с бюджетными организациями, где Башхан предоставит с депутатами Народного собрания, с примарами, где она предоставит отчет деятельности за эти 8 лет работы. Конечно, работы было проделано немало. Сейчас, наверное, передачи нам не хватит, чтобы я в целом раскрыл всю деятельность, которая была предоставлена за 8 лет. Касательно тех вопросов, которые были озвучены. Но для того, чтобы, наверное, ответить, надо сначала раскрыть или рассказать о том, как формируется, наверное, бюджет, как изыскиваются средства. Так как был такой вопрос, что есть ли деньги на это. Но есть бюджет, есть бюджет Гагаузии, есть доноры, есть партнеры наши, которые также вкладывают в нашу инфраструктуру и осуществляют инвестиции. Есть экономические агенты, которые также вкладывают в нашу инфраструктуру уже экономического характера. Поэтому тот же аэропорт, он не планировался, его строительство за счет бюджетных средств. Аэропорт планировался за счет инвестиций турецкой компании, которая бы здесь и открыла бы этот аэропорт. В принципе, переговоры и работа по нему велись. Но есть определенные обстоятельства, такие как пандемия, которые сменили ориентиры тех же экономических агентов и в связи с этим приостановлено. Но это не говорит о том, что это фантастическая идея. То есть я уверен в том, что ее можно реализовать и она будет достаточно экономически выгодной. В принципе, та команда, которая выиграла выборы, она также анонсировала строительство аэропорта. Поэтому я думаю, что все равно в итоге в Гагузии может появиться аэропорт. И в принципе, практика стран с аналогичным количеством населения говорит о том, что в странах такого количества людей бывает по несколько аэропортов. Вот брать Эстонию, практически даже с меньшим количеством населения, но у них 4 аэропорта на страну. Поэтому здесь есть целесообразность, и это не просто фантастика, а это экономическое предложение, экономическое обоснование тому, что здесь возможен аэропорт и он будет экономически выгоден, присутствует. Что касается дорог 100 километров, скажу, что больше в принципе сделано. Я как возглавлял ту отрасль, сейчас также этот блок курирую, то могу сказать, что у нас на протяжении 8 лет порядка 900 километров дорог было отремонтировано, из которых 270 километров – это в сплошном покрытии. То есть я могу даже перечислить эти дороги, и это гораздо больше, да, это в 2,5 раза больше, чем задал наш слушатель этой дороги. Если касается районных, это дорога Гайдары, дорога Бешалма, дорога сейчас Джоутай буквально на следующей неделе. На этой неделе укладывается асфальт уже, и полностью будет завершена дорога. Это дорога Обезная-Камрад, это дорога Камрад-Вулканешты. Здесь дорога Кангас-Баурчи, дорога Ферапонтьевка-Авдарма и так далее. Это дороги, которыми пользуются все жители автономии. Да, и то есть если их просуммировать, это выходит 270 дорог, которые построены в сплошном покрытии, капитально отремонтированы. Спасибо. Иван Николаевич, об итогах работы исполнительного комитета, безусловно, еще поговорим, но у меня есть еще пара вопросов относительно ситуации в Чедерлонге. Сильный ливень и, конечно же, стихии противостоять очень сложно и даже невозможно. Но можно ли предотвратить повторение подобных ситуаций, как это было сделано в Камрате? В частности, строительство дамбы, которое сейчас защищает целый микрорайон. Вы знаете рельеф Чедерлонге. Скажите, на ваш взгляд, какие инфраструктурные объекты новые позволят предотвратить повторение таких затоплений масштабных? В целом, я скажу, что ситуацию в Чедерлонге в этом году спасла та работа, которая была проделана до этого. То есть, если помним, 16-й год, когда было полное затопление района рынка, и тогда были пострадавшие семьи, и наша турецкая республика помогла в строительстве для них квартирных домов и переселения. И, соответственно, очистки русла реки Стратан. После этого в 2020 году по ходатайству Примарии муниципи Камрат по их проекту, но выделены были средства из регионального бюджета, через управление строительством была произведена очистка реки Лунга вместе с протоком Желябова, который также находится возле рынка с бетонным покрытием. И я думаю, что вот эти предпринятые меры по очистке русел этих рек и дали сегодня минимальный ущерб. Теперь, что касается полного устранения, здесь сложно говорить. Это борьба со стихией. Мы не можем предугадать действия Всевышнего, насколько оно пройдет. Но точно знаю, что нам необходимо переходить уже на подготовку ливневых канализаций, о которых мы забываем. Это касается и города Камрат, и в том числе и Чадрунга. Когда у нас основной акцент пока делался на канализацию по сточным водам, у нас параллельно, не смешивая с канализацией по сточным водам, должна идти канализация ливневых, уже ливневых водоотводов. Вдоль дорог имеется в виду, да, вот эти сооружения? Да, это вдоль дорог, вдоль низин, и она, эта вода по отдельным ливневым канализациям уже стекает в русло рек, не вычистные сооружения, как это канализация сточных вод. Вот над этим нужно работать. Также есть необходимость по отведению вод, которые идут с полей, с районов сел Баурчи и со стороны сел Гайдар. Там тоже необходимо предпринимать меры по отводу этих вод и разбивке ее на участке, чтобы она оставалась в полях. То есть вот эти меры еще предстоит организовать. Но в целом, если бы не было предпринято тех мер, которые были связаны с очисткой рек, то я думаю, что ущерб был бы побольше среди населения. Спасибо. Принимаем очередной звонок. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Иван Николаевич, мы, наверное, друг друга не поняли. Вы когда, в прошлом, в 19-м году, возьмите вот эту брошюру и посмотрите. Значит, за вас голосовало село Котовское, вот за Башкана и Ириналак. Сто процентно село Котовское, потому что было обещано, что будет дорога построена в Котовское, Кангас-Котовское. Сто процентно народ проголосовал русское киселье, что будет дорога от Борчага до русских кисель. Люди проголосовали сто процентов для того, чтобы вы обещали им дорогу. Это в первую очередь. Я сейчас просто хочу вам напомнить, что в дальнейшем кто что будет обещать, пускай делают. И вот вы сейчас сказали, что аэропорта нет, потому что турецкие, там, в Турции вам денежки не задавали. Вот возьмите, прочтите еще раз ту брошюру или проверьте выступление Ирины Владимировичей дороги. Она сказала, что мы сделаем. Она не сказала, что если турецкие власти нам дадут деньги. Если вы скажете, что мы сделаем, вы должны выопитаться. Или даже вы сразу, что турки не дали, пандемия, еще кто-то. Я прошу в дальнейшем. Кто что обещает, пускай держит свое слово. А на счет русской киселики Котовского отвечайте, пожалуйста. Почему ли это этих дорог? Когда власти говорят о том, что мы сделаем, здесь подразумевается не единолично один башкан что-то делать. То есть здесь выполняются работы в целом командой и выполняются работы за счет средств, привлеченных средств, бюджетных средств, экономических агентов. И это все называется «мы». Что касается аэропорта, еще раз повторюсь, что это экономический агент, это своего рода бизнес, который, в принципе, имеет шанс быть в Гагаузии. В принципе, дальше, наверное, об этом говорить уже, повторяться не буду. Что касается дорог, ну, допустим, тот же Котовская. У нас в 2021 году, в 2020-2021 году выделялись средства из Дорожного фонда на дороге районного значения на данную инфраструктуру. И нами было выполнено порядка, если я сейчас не ошибусь, порядка двух километров дорог выезда из села Котовская. У нас остался участок дороги 1,7 километров, который в этом году мы также постановлением исполнительного комитета выделили 9,5 миллионов для завершения этого участка, чтобы она соединилась с трассой Кангас-Кьет, то есть уже с трассой, которая относится к администрации госдорог. Пока эта сумма не утверждена еще Народным собранием, но я думаю, что не на ближайшем, а через сессию эта сумма будет утверждена. Оно в проекте бюджета, внесение изменений в бюджет, эта сумма заложена. Если они утверждают, то до конца года мы эту дорогу сможем выполнить. В принципе, те обещания, которые даются, я согласен, что они должны исполняться. И можно констатировать, и брать эту брошюру, и анализировать процент исполняемости этих обещаний. Поэтому критиковать можно всегда, и всех, и за все, что угодно, но нужно смотреть на результаты. Спасибо. В Камраде при поддержке Республики Турция строится современный колледж. На его открытие уже в предстоящем учебном году рассчитывают выпускники девятых классов. В принципе, для этого все готово. Об этом уже говорили представители региональных властей в своих интервью. Но тут подчеркивали, что решение этого вопроса во многом зависит от республиканских властей. Прошу вас, Иван Николаевич, прояснить ситуацию. Да, в принципе, колледж, индустриальный колледж, которым мы так, в принципе, его привыкли называть на период строительства. Строительная часть подходит к завершению. Уже, в принципе, учебный корпус полностью готов. Сейчас проводятся клининговые работы, то есть уборка, мытье полов после строителей. Продолжаются работы наружные по благоустройству. Сейчас идет асфальтирование заездных путей дополнительных. И также уже завершается установка спортивной площадки. И, в принципе, объект, я думаю, что в течение месяца будет готов к сдаче в эксплуатацию. Сейчас уже идут работы по оформлению данного здания, регистрации данного здания. Подключение к основному источнику электрического питания, подключение газа, ну и воды и канализации соответственно. Все эти коммуникации подведены, вы ранее говорили об этом в наших эфирах. Да, с нашей стороны были обязательства по подводу этих инженерных сетей. Ну а также у нас в этом году были выделены средства по нашим обязательствам по установке ливневой, по закрытию ливневого канала, для того, чтобы могли организовать съезды, заезды на территорию индустриального колледжа. То есть, что касается строительной части, мы ее завершаем и завершаем ее к учебному году. Но следующий этап, который наступает, это организация самого учреждения. То есть, каким он должен функционировать. Наше видение было вместе с турецкой стороной, что это должен быть индустриальный колледж с профилем электроники, компьютерной техники, с профилем IT-технологии. Мы ведем переговоры с Турецкой республики, начали, наверное, еще с 2020 года, когда только турецкая сторона анонсировала проведение тендера по началу строительства этого колледжа. Была встреча с министерством, были направлены письма. К сожалению, министерство всяким образом его рассмотрение этого всего или обсуждение этого всего откладывало, предоставляло свое видение, которое не устраивало ни турецкую сторону, ни нас. То есть, речь шла о переводе туда, допустим, профессионально-технического училища Камрата в то здание. То есть, мы назначение его видели совсем другим. То есть, это должен быть именно индустриальный колледж. Далее рассматривался вариант открыть филиал здесь колледжа технического университета, что, в принципе, по специальностям, которые планировались, не соответствует нашим пожеланиям. Также рассматривался вариант о том, что это здание должно быть передано в их собственность, в чем, в принципе, не согласны и мы, и турецкая сторона, что здание должно принадлежать ГГУЗе и передано в пользование, в ведение образовательному учреждению, которое будет функционировать на базе этого здания. Вы будете продолжать настаивать на этом, правильно понимаю? Да, в принципе, у нас одинаковая позиция с турецкой стороной. И с учетом того, что нам не получалось добиться результативных переговоров с молдавской стороной, с министерством образования, то была подключена и турецкая республика. Сейчас уже ведутся переговоры между министерством образования Молдовы и министерством образования Турции об открытии этого учреждения. Сейчас это и является компетенцией, в принципе, министерства образования по открытию учебных заведений, статуса колледжа, университета и так далее. Поэтому мы ожидаем продуктивной работы этих двух ведомств. Но, наверное, не питал бы я больших надежд на то, что с 1 сентября данное учебное заведение начнет функционировать как учебное заведение. Так как для этого очень короткий период, то есть это создание учреждения, это разработка курикул, это набор персонала, это набор самих студентов или учащихся. То есть срок для этого очень маленький. Поэтому, наверное, в большей степени, чтобы не наши выпускники 9 класса, которые нацелены на поступление, наверное, чтобы не ориентировались, чтобы они не потеряли этот год, все-таки поступили в другие учебные заведения. И мы их, думаю, что при начале работы мы могли бы их перевести в колледж. То есть тут важно, чтобы они не потеряли этот год в ожиданиях того, что колледж будет открыт. Спасибо. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Житель Камрата, дело в том, что вот возле Дома культуры строится дом. Это законно или законно? По закону. Если дом стоит 30 метров, не должны кинуться никакие здания. Там есть детская площадка. Где их детская площадка будет? Это уму непостижимо. Возле Дома культуры только машины, аварии будут. И потом вот это вы говорите насчет наводнения. Почему от больницы отводы не делаете по сторонам? На каждой улице делать отводы и затопления города не будет. Так и же из-за пугов. Спасибо. Благодарим вас. Что касается строительства дома возле Дома культуры в Камрате. Да, возле Дома культуры. В принципе, этот вопрос поднимается на протяжении уже года. И здесь есть решение агентства по техническому надзору о приостановке строительства данного дома до получения всех необходимых документов. Что касается... Основа-то в чем лежит? То есть это находится на территории муниципии Камрат. Разрешение на проектирование этого здания и потом разрешение на строительство предоставляется муниципальным советом. И в данном случае муниципальный совет дал на это разрешение сначала на проектирование, потом на строительство. Сейчас госканцелярия, насколько я знаю, обжалует эти решения, так как они являются незаконными с точки зрения нарушения требований строительства жилых домов в городских зонах. Также у Камрата есть генеральный план, и он изначально, этот дом там не числился в генеральном плане. Поэтому здесь есть место для разбирательств правоохранительных органов, которые, в принципе, этими занимаются. Мое мнение, также данный дом не должен находиться на этой территории, так как рядом находится учебное заведение, рядом находится дом культуры, и особо проезда к данному домовладению отдельного не существует. И относительно отвода воды по улице? Относительно отвода воды я говорил по поводу Чедер-Лунги, что это следующий этап для того, чтобы не исключать затопление. Необходимо водоотводы делать как по самим дорогам, так и необходимо восстанавливать ливневые канализации. Спасибо. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Это же Бавурчи. Пожалуйста. Иван Николаевич. Да, да, да. Мы выслушаем. Я житель села Бавурчи. Живу по улице 45 октября, нижняя сторона. Нам этот примар уже обещает два года делать дорогу. Но никак не уходит на это. Кто виноват, кто как, зачем и кому обратиться. Благодарим вас. Что касается дорог местного значения, на дороге местного значения выделяются средства дорожного фонда, каждой примарии. Они распределяются согласно численности жителей. И если я не ошибаюсь, то на Бавурчи это будет порядка двух миллионов лей на этот год. Приоритет выбирает муниципальный совет, поэтому жителю необходимо обратиться с заявлением в примарию и муниципальному совету или сельскому совету для определения приоритета в ремонте или реконструкции или строительстве дороги по данной улице. А дальше уже примария готовит смету и выделяет средства для ее ремонта. Иван Николаевич, продолжим разговор об образовательных учреждениях. В бюджете ГАГАУЗИ на этот год заложено более 40 миллионов лей на ремонт кровель в 16 или 18 образовательных учреждениях автономии. Тендер планировалось провести в феврале, чтобы с окончанием учебного года уже приступить к самим работам. По ряду причин этого не случилось, но сейчас, насколько я знаю, ситуация сдвинулась с мертвой точки. На каком этапе? Да, этот вопрос поднимался у нас многократно и на заседаниях Народного собрания еще при утверждении бюджета. Еще с прошлого года идея была ремонта, начало ремонта кровель летом. И мы охватывали, в принципе, практически все учебные заведения и хотели этим годом завершить эту проблему. Полностью с кровлями учебных заведений у нас в ГАГАУЗИ. Как вы сказали, по определенным причинам утверждение было совсем недавно, где-то около месяца назад. По суммам, что касается количества, это 16 учебных заведений. Сумма выделенных средств, утвержденных, это 44 миллиона лей. Все учебные, за исключением одного учебного заведения, запустили тендера уже. Одно учебное заведение, я думаю, что на днях запустит. Там есть какие-то у них технические, не технические, а людские. Не все находятся на месте для того, чтобы организовать процедуру этой закупки. А так, в принципе, у нас все учебные заведения объявили тендер. Да, еще один момент. Исключение составляет лице гимназия села Дизгинжа, так как она была утверждена позже. И для запуска тендера необходимо изменения в бюджет внести. И после этого уже гимназия Дизгинжи тоже сможет запуститься. Теперь, что касается этих 14 оставшихся, которые запустились, уже, в принципе, наступает период их открытия. У нас уже есть открытие по двум учебным заведениям. Открытие тендера. То есть там, где видно, какие компании участвуют, какие суммы предлагают. Это у нас гимназия Чабанова-Кангас и это лицей села Томай. У них уже есть понимание, что есть участники. Кстати, участников, на удивление, много. То есть это порядка, в одном случае 12, в другом случае 15 компаний, которые предложили свои оферты по выполнению работ. Удивило также их падение. То есть они упали относительно инвесторской сметы порядка 49,48%. То есть первая компания, которая дала наименьшую цену. То есть, к примеру, была сумма инвесторская 1,6 млн. Они предлагают выполнить работу за 800 тыс. лей. Здесь, конечно, очень важна бдительность рабочей группы, которая будет принимать решение о победителе. И это решение должно тщательно быть проанализировано. Та компания, то есть имеет ли она схожий опыт, на чем она занизилась, почему она занизилась на такое количество процентов, какие у них есть возможности, какой схожий опыт, чтобы в последующем не появлялись дополнительные работы и так далее. Но в этом ключе учебные заведения могут пользоваться услугами или помощью консультативной со стороны управления строительства, которые имеют опыт в реализации таких проектов. Могут пользоваться опытом примарии, потому что примарии тоже достаточно опытные в организации тандеров и в целом организации строительных работ. Поэтому думаю, что многие учебные заведения успеют в этом году реализовать эти проекты по замене кровли. Да, оно не будет так, как у нас планировалось, сомневаясь, что успеют в течение каникулярного времени, но до конца года, я думаю, что многие успеют завершить. Еще один звонок примем, он будет завершающим в этом эфире. Нет, к сожалению, прервался звонок. Коллега подсказывает. Продолжим разговор относительно финансов. Хотелось бы тоже спросить, Иван Николаевич. Исполнительный комитет, эта команда завершает свою работу. Отчиталась Ирина Влах-Башка на проделанной работе за 8 лет, но на различных информационных порталах, программах и в социальных сетях можно встретить такое мнение, высказывание относительно того, что эта команда исполнительного комитета, будущей команде оставляет бюджет с долгами. Так ли это? О чем говорят цифры? Ну, конечно же, нет. Такой ситуации финансовой, которая сейчас есть, по моему опыту с 2019 года, как я работаю, такой ситуации не было. Конечно, у нас в начале года, я вернусь к тем разговорам, которые иногда присутствуют, о том, что у нас был раздут бюджет, что мы чрезмерно его увеличили относительно прошлого года, и мы не сможем собрать доходную часть на том же уровне. Так вот, эти все риски или эти все опасения сводятся к нулю, во всяком случае, по результатам первого полугодия. То есть мы уже имеем полное полугодие. У нас, в принципе, по первому кварталу была информация принята постановлением исполнительного комитета и направлена к сведению депутатам народного собрания, где они также могли убедиться в том, что тот прогноз или тот проект бюджета, который нами был представлен по доходной части, он реалистичен, и собираемость доходной части у нас превышает ожидаемых результатов. Если говорить о цифрах, вы, я знаю, что часто проводите программы с бюджетом, поэтому вам, наверное, и легче будет это все понять, потому что вы, наверное, помните эти цифры. Не все, но да, иногда есть с чем сравнить. Уже помню, у нас была передача, когда мне четыре раза, наверное, задали вопрос о том, что есть риск и какой этот риск о недополучении доходной части. Действительно, ни разу задавала вопрос, да. Да, поэтому сейчас, во всяком случае, по результатам первого полугодия я могу обнадежить вас ответом о том, что у нас собственных доходов, у нас наш бюджет 1 миллиард 317 миллионов леев. Из них собственные доходы центрального бюджета, это то, что у нас собирается и направляется на наши социальные программы, это запланировано 411 миллионов леев. Сейчас на первое полугодие у нас уже собрано 226 миллионов, то есть если брать, это 55% от планируемого сбора, то есть на 20 миллионов больше, чем... С опережением за работу в течение первых 6 месяцев. Если брать аналогию с предыдущими годами, то мы, в принципе, уже исполнили по доходной части годовой доход 2020 года. То есть в 2020 году у нас был весь факт по доходной части 228 миллионов. Мы уже в первом полугодии собрали 226 миллионов. В прошлом году у нас было 344 миллиона за весь год. И тогда нас обвиняли, что мы увеличили бюджет искусственно на 60 миллионов лей, и что мы их никогда не соберем. Но сейчас уже, во всяком случае, первое полугодие показывает о том, что мы даже собираем с плюсом этих 60 миллионов. Говорить о том, что вы оставите в наследство следующему исполкому бюджет с долгами, неправильно? Да, то есть речи об этом вообще и быть не может. У нас, что касается районных бюджетов, то они за первое полугодие выполнили уже собираемость дохода 100% и по Камрадскому, и по Вулканежскому, и по Чедролунскому району. Чедролунский район вообще собрал на 180% доходную часть. В основном это связано с налогом на прибыль с юридических лиц. То есть он у нас пошел в рост. Что касается долгов, у нас сейчас на счету такой ситуации не было. У нас сейчас на счету более 86 миллионов лей. Это на счету. Это говорит о том, что все программы выплачиваются, как только они предоставляются. То есть у нас проблем по выплатам вообще никаких нет, что касается центрального бюджета. Это 86 миллионов с учетом того, что за юль месяц уже выплачена заработная плата бюджетникам, уже выплачены трансферты спецназначения при Марии, уже оплачены пожарные, уже оплачены освещенные населенные пункты. Это сегодня уходят эти деньги. У нас остается 86 миллионов. Если говорить о насколько это хватит, этих средств, то у нас в целом, ну, наверное, в месяц уходит не более 15 миллионов лей на расходы. Конечно же, если пойдут уже оплаты по кровлям, оплаты по капитальным вложениям, эта сумма будет увеличиваться. То есть у нас зарплата, текущие расходы, это порядка 15 миллионов в месяц. То есть мы можем предположить, что можно жить порядка 4 месяцев минимум на эти средства. Если говорить о сравнительном анализе, потому что была информация о том, что в 2015 году оставались в бюджете порядка 100 с чем-то миллионов лей. Ну, была такая информация в интернете, что в 2015 году предыдущие власти оставили. Так для меня они непонятны, так как в целом бюджет на тот период по собственным доходам был 108 тысяч, это исполнение в конце года. 108 тысяч это всего. Как могло более 100 миллионов быть на счету? То есть это нереально. Следующий момент хотел бы также отметить, что за этот 8-летний период не взято ни одного кредита, который бы лег в предыдущие власти для его погашения. У нас это все получалось выполнять за счет собственных средств, за счет привлечения доноров. И развитие происходило без процентных кредитов, скажем так, и без этих обязательств. Спасибо, Иван Николаевич. Еще есть несколько минут у нас. Хочу задать еще один вопрос, тоже относительно бюджета, но уже 2022 года. В принципе, каждый проект бюджета, предложенный исполнительным комитетом, поддавался такой серьезной критике со стороны депутатов. На фоне всей этой критики, естественно, возникали и мои вопросы, о которых вы помните, Иван Николаевич, в предыдущих наших с вами беседах в этой студии. И вот депутаты также часто критикуют исполком, что не отчитывается Ирина Влах, либо члены исполнительного комитета ответственной за финансы перед Народным собранием. В прошлую пятницу депутаты собрались на заседание. В числе вопросов, включенных в повестку дня, был также отчет исполнительного комитета. То есть вы и ваши коллеги были готовы отчитаться об исполнении бюджета за 2022 год. Заседание не состоялось, оно перенесено на 7 июля. Также прошу вас в этом эфире назвать основные цифры бюджета 2022 года. И 7 июля ваши коллеги будут озвучивать отчет за исполнение бюджета 2022 года. Да, в повестку дня он включен. У нас, в принципе, все отчеты по бюджету, что связано с бюджетом, с исполнением бюджета или отчет за предыдущий год, у нас подается все вовремя, согласно законодательству. У депутатов, ну иногда у некоторых депутатов, возникает желание получить дополнительную информацию. То есть мы, в принципе, должны предоставлять исполнение бюджета за 9 месяцев. И это мы делаем ежегодно. Но так как поступает запрос, мы на запрос уже предоставили исполнение бюджета за 3 месяца этого года. Хотя по закону это не требуется. Но мы, тем не менее, предоставляем. Поэтому говорить о том, что нами не предоставляется, неверно. То есть, что касается законодательства, мы все предоставляем своевременно и в нужном объеме. Что касается отчета о бюджете на 2022 год. Депутатами делается акцент на то, что этот отчет должен предоставлять Башканга Грузии. Да, согласно законодательству это действительно так. Но в целом, все равно информацией более точной или более узкой направленности владеют специалисты соответствующего профиля. Эти специалисты присутствуют на заседании и в большей степени они всегда и докладывали. То есть, Башкан может начать, но продолжает и более детально раскрывает специалисты, начальник главного управления финансов. Мы были готовы. Отчет вообще был представлен Башканом. И он представлен в письменном виде по основаниям исполнительного комитета. И представлен своевременно в народное собрание. То есть, каждый депутат мог уже ознакомиться со всеми цифрами. Да, они однозначно ознакомились. То есть, тут процедурно должно это утвердиться на заседании народного собрания. Мы готовы его предоставить, точнее озвучить свое постановление. Я, как первый заместитель, начальник управления финансов, более детально может рассказать, ответить на вопросы. Но у депутатов складывается мнение, что должен быть только Башкан и все. Но Башкан в письменном виде предоставил. В принципе, можно сказать о том, что отчет о бюджете 2021 года так и не был принят. То есть, я не исключаю, что отчет о бюджете 2022 года так же самое будет не принят, если у депутатов есть такое требование. А фактически, если действительно хотят получить информацию об отчете, услышать ответы, то мы готовы его предоставить. Что касательно цифр и в целом самого отчета, хотел бы напомнить о том, что прошлый год был уникален и сложен с точки зрения бюджетного процесса. Мы действовали и работали в четырех бюджетах. Это два временных и два утвержденных, потом один отмененный. Тем не менее, за весь год ни одно бюджетное учреждение не почувствовало этих колебаний. Управление финансов и очередной раз, я ему выражу благодарность, работало в таких условиях, когда параллельно разрабатывались и работали в нескольких бюджетах. И никто не почувствовал на себе этих трудностей. Эти трудности выпали на плечи управления финансов. Все социальные программы были в полной мере удовлетворены. Долгов с прошлого года не осталось. Все платежные поручения, которые были представлены до дня, когда может казначейство их провести, были профинансированы. Об этом и говорит то, что у нас переходящих остатков, то есть финансовые средства, которые остались на счету, перешли на следующий год. А это порядка 24 миллионов лей. То есть это те средства, которые мы могли бы выплатить в прошлом году, но не было платежных поручений, по которым мы могли бы их осуществить. Поэтому весь этот 2022 год, с точки зрения его завершения, бюджетного процесса, он удачен. Спасибо, Иван Николаевич. Совсем не осталось у нас времени. Я вас благодарю за это интервью. Мне было приятно, повторюсь, увидеть вас в нашей студии 19 июля. Да, вы слагаете свои полномочия, если не ошибаюсь. Но мне бы хотелось снова с вами увидеться в студии ГРТ-ФМ, либо телевидение. Буду только рада. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Благодарю за то, что были вместе с нами этот час. Всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ. Субтитры подогнал «Симон»